всем привет меня зовут никита и я хочу поговорить о figma driven development разработки программного обеспечения без четко прописанного технического задания на этом слайде вы видите мой handle используя который вы можете связаться со мной во всех указанных социальных сетях и мессенджерах традиционно немножечко себе я бывший системный администратор я пишу на языке ruby и удаленно работаю в компании эврон где мы занимаемся заказной разработкой иногда к нам приходит заказчики с горящими глазами и очень крутой идеи которая оформлена в виде макета в фигме культура стартапов привела нас к тому что стало нормально делать не до конца хорошо работающие вещи и сейчас стало важным иметь возможность быстро исправить сломанное это важнее чем изначально сделать правильную все потому что бизнес хочет очень быстро проверять гипотезы при этом он не хочет тратить время на аналитику составление валидацию тезе выстраивание процессов и найм полноценных команд также бизнесу не принципиальны некоторые низкоуровневые решения и он готов диригировать их разработки а какие же вообще решения бывают при разработке программного обеспечения для данного доклада я поделил их по слоям согласно той стороны которая эти решения принимает начнем из бизнеса бизнес хочет сделать так чтобы у клиента могли быстро заказать горячую еду для бизнеса важно чтобы еда была заказана быстро и была горячей в таком виде задача спускается на уровень менеджмента менеджмент уже декомпозирует ее например нам нужно мобильное приложение которое тесно интегрировано с кухней плюс нам нужна аналитика по курьером для того чтобы понимать кто из курьеров работает хорошо а кто косячит уже более детализированные задачи спускаются на уровень разработки где принимается решение например потому же сервису аналитики по курьером что мы берем для бэкэнда что мы берем для фронта и как себя ведут элементы пользовательского интерфейса непосредственно на местах при figma driven development подходе происходит отказ от уровня менеджмента в пользу прямого взаимодействия бизнеса и разработки при этом конечно же те задачи которыми занимался менеджмент они никуда не исчезают они размазываются по оставшимся слоям и далеко не всегда в пропорции 50 на 50 источником правды при таком взаимодействии является макет в фигме на самом деле глядя на макет фигме можно составить представление о сущностях которые используются в приложении о способах и взаимодействие и даже накидать api что кстати будет делать сам разработчик потому что на fdd проектах разработчик сам себе архитектор что конечно же для него в некотором роде хорошо потому что позволяет выбрать комфортные и понятные ему инструменты испробованы в предыдущих проектах и это также хорошо и для бизнеса потому что разработчик которому комфортно ему не нужно изучать стек новый не нужно вливаться в проект он просто начинает пилить фичи к сожалению наш разработчик может загрустить когда поддастся соблазну попробовать какой-нибудь новый фреймворк или язык программирования курсы которого он закончил на прошлых выходных и в свою очередь загрустит бизнес потому что для него это окончится приложением на флаттере для веба с хаскером на бэкэнде архитектурное решение которое мы принимаем при разработке программного обеспечения они сродни развитию персонажа в какой-нибудь rpg типа diablo всегда имеет смысл выбирать один из нескольких путей развития таким образом нам облегчается игра в этом стиле но уровне где требуются скиллы из других веток проходить сложнее то же самое и про программное обеспечение если мы затачиваемся на определенный способ взаимодействия программных компонентов друг с другом то нам проще пилить фичи которые укладываются в это взаимодействие но сложнее прикрутить что-то другое знаю как вы но когда я играю в незнакомый rpg я никогда не вкачу скиллпойнты поначалу него что я их каплю до того момента пока не пойму в каком же стиле мне нравится здесь играть и что вообще в этой игре нужно таким образом мы приходим к архитектурным решением по запросу такой подход очень радует разработчиков потому что не нужно пытаться угадать все способы развития проекта в дальнейшем это на самом деле невозможно архитектуры просто эволюционно вырастает из кода конечно же нельзя забывать о базовой гигиене кода и стараться максимально разбивать код на автономные модули бизнес это нравится такая архитектура она очень гибкая поначалу и позволяет практически все что угодно поменять в проекте за довольно быстрый срок к сожалению разработчик загрустит когда эволюция зайдет в тупик а в свою очередь загрустит и бизнес потому что какая-нибудь невинная фича легкое изменение дизайна либо перемены местами экранов фигме повлечет за собой переписывание львиной доли проекта избежать этого можно путем совместной и очень тесной работы бизнеса и разработки как вы могли догадаться здесь тоже есть свои плюсы и минусы из плюсов разработчик всегда знает и понимает что зачем для кого и почему он делает бизнесу такая прозрачность тоже нравится и никаких вопросов почему фича пирится день они два часа обычно не возникает потому что в курсе всех проблем и путей их решения опять же при таком способе взаимодействия можно очень часто менять концепции ведь для того чтобы что-то переделать достаточно просто связаться с разработчиком объяснить ему новый подход и дождаться пока он реализует его в коде почему же здесь могут загрузить наши разработчики во первых не все любят общаться с людьми не все это умеют слишком частый пересмотр концепции может создать ощущение работы в стол что в свою очередь вызовет демотивацию потерю интереса к проекту а может быть даже и выгорание для бизнеса неприятным моментом является то что для подобных проектов практически невозможно бюджетировать время невозможно спрогнозировать когда проект будет закончен если он постоянно переписывается но и всегда присутствуют риски появления неожиданных работ связанных в том числе и с нашей архитектуры по запросу человечество пока не достигнутой стадии эволюции когда мучеривая договоренность сама созревает внутри наших голов и для достижения общих целей взаимодействия нам приходится друг другом общаться что само по себе не так просто потому что каждый из нас он сам себе испорченный телефон механизмы говорения и мышления между собой никак не связаны в результате чего человек может говорить одно думать второе хотеть вообще третье чтобы как-то уточнить что же действительно хочет человек нужно учиться задавать вопросы людям и не стесняться уточнять если не понял с первого раза также требуется прокачивать свой навык конвертации мысли в слова чтобы другие люди точнее понимали и всему этому приходится учиться на практике потому что сами по себе эти навыки из ниоткуда не появляются счастье у нашего разработчика есть на это все возможности потому что на fdd проектах он сам себе project менеджер и времени на прокачку навыков общения хоть отбавлей здесь есть как плюсы так и минусы например если ты сам себе project то в работе у тебя всегда только понятные задачи здесь стоит смайлик потому что понятный задач эта штука относительно и всегда есть вероятность что один человек понял ее по одному вторую по-другому и из-за этого смысл задачи потерялся она вылетела из контекста то же самое касается реалистичных сроков разработчик может дать реалистичный срок по задачи который сам себе поставил который сам будет делать и он будет даже вполне себе точен но всегда может что-то случиться и сроки могут поплыть тем не менее такие сроки вполне себе устраивают бизнес потому что он всегда в курсе сколько уходит времени и на что также для бизнеса очень важно что оценка сроков на реализацию новых фич она происходит быстро за счет прямого взаимодействия с разработчиком то есть непосредственно с исполнителем который то фичу будет реализовывать наверное даже еще важнее то что переоценка срока в случае возникновения каких-то проблем происходит также быстро за счет чего получается самое важное что нужно бизнесу от подобного рода проектов это быстрая итерация быстрая разработка но нашему разработчику станет грустно если вдруг он не хочет быть бизнес-аналитиком для самого себя или не любит это дело плюс стартапа не джирит далеко не все договоренности записываются фиксируются из-за чего очень многие задачи могут легко выпасть из контекста и всегда есть риск сделать что-то не так или даже не то плюс не всегда понятно как вообще оценивать работы потому что каждая фича может потребовать рефакторинга опять же нужно не забывать что каждая задача может быть реализована практически бесконечным количеством путей начиная от самой простой реализации в лоб и заканчивая полной проработкой включая полноценное стопроцентное покрытие тестами и всех пограничных случаев посредние в fdd проектах случается очень очень редко и приходится самому себе находить точку в которой задача будет решена в которой ты ее отгрузишь впрод со стороны бизнеса тоже есть некоторые способы чтобы расстроиться например некому варидировать сроки которые дает разработчик и приходится верить ему на слово плюс на таких проектов бизнесу самому приходится проверять задачи которые реализовываются потому что никто кроме бизнеса так хорошо не знает клиента и не понимаешь что же ему нужно кстати что там у нас на тестирование таких проектов как вы могли догадаться разработчик сам тестирует свой код благодаря чему достигается максимальная скорость работы это приятно ты сам поставил себе задачу сам ее описал сам ее сделал сам проверил и сам отправил впрод куда уж быстрее плюс обычно не нужно писать документацию ведь ты же все делаешь по сути для себя да и написание документации съедает драгоценное время фичи на которой пишется документация может быть выпилена через пару часов после релиза тем не менее бизнес получает именно то чего хочет а именно максимальную скорость работы максимальную скорость имплементации фич и прощупывание рынка именно то что ему нужно разработчик же может напрячься потому что свой код тестировать сложно даже можно сказать наверное практически невозможно если ты что-то написал ты знаешь как она работает изнутри и очень сложно повернуть свой мозг таким образом чтобы сломать то что сам сделал бизнес же который должен со стороны клиента проверять задачи не всегда делает это хорошо иногда он плохо подходит к исполнению данных обязательств и могут возникать баги какие-то недостатки и нашему разработчику придется решать это все в достаточно экстренном режиме прерывая разработку новых фич отсутствие спецификации и критериев оценки ставят крест на разработку через тестирование и дополнительно добавляет стрессов когда разработчик в процессе не знает когда же ему остановиться в целом бизнес тоже не очень доволен слабым тестирование проектов потому что баги в легкую могут дойти до конечного пользователя он их заметит и будет нехорошо но кстати часть ответственности за эти просочившиеся баги лежит на самом бизнесе потому что бизнесу не нравится проверять чужой код и не нравится проверять задачи отсутствие документации затрудняет анбординг новых разработчиков на проект а средства этого сложнее расширять команду плюс сложно передать про недокументированный проект на поддержку другой команде разработчиков перейдем к выводам данный подход вполне себе применим но максимальную пользу от него могут извречь только небольшие команды в них гораздо проще взаимодействие на моем опыте команды от одного до четырех человек вполне себе эффективно коммуницирует без лишней бюрократии подходит это только для стартапов на самой ранней стадии развития когда цена ошибки не сильно высока когда можно если что переписать большую часть проекта а если все пошло совсем иначе чем планировалось изначально то не так страшно дропнуть прото и начать заново крайне важно чтобы на проекте присутствовало четкое разделение зон ответственности например один разработчик отвечает за бэкэнд два за мобильное направление и один за веб в таком случае и бизнес и все участники команды знают кому идти с каким вопросом таким образом минимизируется лишняя коммуникация и ускоряется разработка но от каждого требуется максимальный уровень самостоятельности автономности и личной ответственности на fdd проектах за спиной не стоит project manager который будет вежливо спрашивать когда же ты зарелизишь фичу на fdd проектах разработчик он сам себе этот project он сам отбивается от бизнеса и сам говорит когда все будет готово предлагаю обсудить работали ли вы на таких проектов и какие у вас остались впечатления